Приветствую Вас, Оксана. Прочитала Ваш вопрос, Ваш текст, точнее правильный сказать будет. Знаете, очень двоякое впечатление от Вашего сообщения сложилось. С одной стороны, Вы производите впечатление человека достаточно, по тексту, по крайней мере, достаточно жесткого, достаточно целеустремленного, упрямого, может быть даже жесткого. Человека, который не терпит каких-то таких вторжений в личное пространство нежелательное, да. Но при этом, при том, что это впечатление, оно как бы, знаете, вот оно таким взрывом наклынуло, когда я начал читать Ваш текст. Ну вот, потом оно ослабело заметно, и начало появляться кое-что другое, да. Появляется нерешительность, появляются страхи, появляется привязанность к родителям, жертвенность. И вот появляется, как Вы вот сами говорите, обслуживание и так далее. То есть, понимаете, у меня такое ощущение, что Вы в этих отношениях через силу находитесь. То есть, Вы в них не находитесь, потому что Вам, потому что Вам удовольствие делать всё то, что Вы делаете. То есть, Вы вот говорите, что я так влюбилась, что боялась быть плохой, там, и что-то бросить. А мне кажется, что полюблённость, это вот отношение, на самом деле, имеет весьма и весьма посредственно. Потому что, когда мы любим, мы хотим сделать другому человеку счастливым. Мы заинтересованы в его росте, в его развитии, в его счастье. У нас нет страха, у Вас страх есть. Это значит, что есть, вероятно, у Вас какие-то сомнения относительно себя, относительно своей привлекательности как женщины. Судя по тому, что Вы жертвовали собой, ожидая от человека того, что он будет, ну, вот, тем мужчиной, каким Вы его представляли. Но при этом Вы, мне кажется, не видите самого человека с его собственными ценностями и видением. А Ваша боли и обиды здесь, ну, очевидно, связаны с внутренними конфликтами. То есть, словно говоря, получается, как? Вот, как я это вижу. У Вас появляется симпатия к человеку. И Вам хочется с ним быть, проводить время вместе и так далее. Не особо осознавая, значит, что направлена симпатия, Вы начинаете сближаться, Вы начинаете снижаться. Вот, при том, что Вы сами все для человека делаете, не особо замечая, хочется Вам этого или нет. То есть, Вы себя теряете, когда у Вас появляется число к другому человеку. Вы себя забываете, Вы ставите выше этого человека, что говорит о том, что некоторые ресурсы, которые нужны Вам, Вы пытаетесь искать во внешнем мире. Вот, Вы, дальше, что делаете, Вы начинаете вкладываться в отношения, не особо, опять же, задумываясь о том, хочется Вам этого или нет. Вот, ожидая, что мужчина, ну, не знаю, будет Вашим защитником. А как он будет Вашим защитником, если Вы изначально, изначально вкладываете все, как Вы говорите, от и до, ну, тут не совсем понятно. Вот, знаете, здесь идет такая штука, что Вы не можете быть собой в отношении. То есть, Вы хотите одного, у Вас одни ожидания, одни взгляды, одни желания, а по факту происходит другое. Потому что непосредственно Вами руководят не они, не Ваши желания, а Ваши страйки и признание того, что Вам хочется. То есть, то есть, мне кажется, что Вы надеетесь, что Вас услышат. Вот. А, ну, мне так видится, по крайней мере. Вот. Что Вас услышат, что Вас поймут. Вот. А сами Вы заявляете о том, что Вас беспокоит и тревожит, ну, максимум, то только в последний момент. Вот. И сейчас, когда Вы, в общем-то, понимаете, что у человека есть своя точка зрения, у человека есть своя позиция, у человека есть свое видение, ситуация. А вот, ау, в.. ау... Ау... dueфийти, что, ну, вы, в этом делаете, интервью, и, в общем-то не нормальное. Вот, вы все равно не можете решиться, а вы все равно не можете решиться с ним разойтись, потому что, полагаю, дело здесь в том, что вы боитесь потерять, вот, в этом человеке, ну, в контексте этого человека. Только вопрос, вот, который у меня к вам есть, да, а что именно вы боитесь потерять, ну, вот, если так подумать. Вот, вы сейчас находите своё противоречное, вот, с одной стороны, есть мужчина, который вызывает у вас, там, я не знаю, чувство, отторжение, отвержение и так далее. Вот, если вообще-то вы не можете на него, ну, смотреть, как вы говорите, и это одна страна вопроса. А, есть еще очевидная и другая страна вопроса, какая-то очевидная. Есть еще другой момент, есть. Понимаете? Вот, и вот этот другой момент, а, этот момент, а, другой. Вам нужно, мне кажется, преследовать, потому что вы его не видите. Вот. Чего вы хотите? Вполне может быть, вполне вероятно, что то, чего вы хотите, это себя обезопасить, а то, чего вы хотите, это, там, условно говоря, опору какую-то, да, получить и так далее. И я не думаю, что это прям плохо, то, что вы хотите получить опору, но мне кажется, что вы не делаете ничего для того, чтобы эта опора реально была. Да, вот, мне кажется, вы не ведете себя так, потому что в отношениях с вами человек видит, что может, условно говоря, ну, все больше и больше и больше и больше и больше и больше на вас, как бы, ну, положить ответственность. Какая штука. Вот. И мне кажется, что это, ну, немножко, вот, немножко не тот путь, да, к которому вы хотите идти. Вот. В итоге, в итоге, как мне кажется, речь здесь идет о том, что вы, ну, вот, как вам сказать, речь идет здесь о том, что у вас ожидания одни, желания одни, ценности одни, а поведение, ваше поведение, которое вы, ну, поведение, которое вы продвигаете, да, условно говоря, это поведение, оно другое. То есть вы, вот, на этом, поэтому, поведение, этому, в этом поведении свое, эм, свои ценности, свои, э, желания, свои, э, потребности, вот, себя настоящую, настоящую вы не выражаете. Вот. И в этом, как мне кажется, ну, есть одна из основных проблем, как мне кажется. Опять, я, э, вот, не берусь, э, утверждать, наверняка, да, вот, но мне видится так. Потому, как, ну, здесь, э, э, нет ощущения, что, э, вы, э, слышите другого человека, э, ну, в отношении к ним. Есть ощущение, что вы, э, вот, то, что, ну, делаете, вы это делаете, потому, что вам вы в чем-то нуждают. Потому, что вы это делаете из нужды. Ну, как бы, не обязательно, это прямо плохо, да, не обязательно, прямо, это, это, что-то нечто, что-то негативное, да, мне обязательно. Не обязательно, не хочу, чтобы так думалось, что это, вот, там, обязательно что-то негативное. Ну, это как минимум в этот момент вы себя предаете. И когда человек наконец-то говорит вам, что вот у меня вот я вот так вот, ну вот я хочу и вижу вот так, да, что вам действительно больно обидно, ведь вы ожидали другого. Вот, и как мне кажется, как мне кажется, вам необязательно прощать человека, сейчас это выглядит, знаете, как, ну, какая-то довольно вымученная история, то, что вы пытаетесь, да, заставить себя, по сути, простить человека, мне кажется, это такая достаточно вымученная у вас получается ссора. Вот, я не думаю, что это особенно хорошо для вас. Вот, мне кажется, что вам нужно честно себе ответить на вопрос, чего вы хотите, вот, что вам нужно и может ли вам этот человек дать то, в чем вы нуждаетесь, вот. Мне кажется, вот мне кажется, что нет, мне кажется, что не может вам, 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 этого, ну, что не может вам сейчас человек дать, а то, в чем вы нуждаетесь, вот, что он начально рассчитывал на немножко другие отношения, вот, и что. А вы, вы, вы начально рассчитывали тоже, тоже на другие отношения, вот. И в итоге так вышло, что ни вы, ни он не получаете то, что те хотите, вот. Мне кажется, что, а, вот, искренность вам, вот, если бы вы, так скажем, спросили бы меня, я бы сказал, что вам не хватает искренности, не хватает открытости, не хватает откровенности. Возвремя действия с партнером, причем на самых таких вот первых этапах, когда все это только начинается, потому что, а, изначально на этих первых этапах вы пытаетесь быть чем-то другим, то есть вы пытаетесь быть более услужливыми, чем вы есть на самом деле. Вы делаете что-то для человека, что вам не вказ, и, естественно, это рождает, ну, как мне кажется, вполне естественную потребность в благодарности и так далее. Вот. То есть, ну, вы хотите, чтобы вас, вы хотите, чтобы вас, ну, как-то вот, значит, ну, увидели вас, да, увидели вас с такой другой, хорошей стороны, например. То есть, ну, конечно, так вот я только всего делаю, да. Вот. Ну, давай уже посмотри на меня, вид какой я. Вот. Проблема здесь заключается, как мне кажется, в том, что вы вот это делаете только через, ну, для вас возможностей заявить о себе пока что такой вот, только через, ну, через жертву. Вот. А мне кажется, что помимо этого, мне кажется, что помимо этого. Есть еще и другие способы, вот, мне так ведется, мне так кажется. Вот. Есть еще другие способы, которые вы можете использовать для того, чтобы, ну, заявлять о себе, о своих желаниях, о своих потребностях, вот. И мне кажется, это сделает вас более открыты и способны демонстрировать того, что вам нужно в отношениях, вот, а не только вот, ну, в определенных кризисных моментах. Вот. Тогда и человек, как мне кажется, быстрее будет раскрываться и быстрее будет обозначать то, что ему нужно уже. И вы быстрее будете получать, вот, обратную связь, да, и получать обратную связь и быстрее, быстрее сможете делать, делать выводы, не прикипать к, ну, к человеку. Вот. Это первое. И второй достаточно важный момент заключается в том, что вы, вот, ну, как мне кажется, внешне, то есть, условно говоря, несоответствие, да? То есть, есть несоответствие. Несоответствие чего? Чего? Чему? Да, давайте вот посмотрим. Вы, вроде бы, позиционируете себя, да? Ага. Как, ну, достаточно серьезным человеком. Вот. С целеустремленного человека, целеустремленную женщину, любящую себя, уважающую себя женщин. Вот. Ну, так это вначале. Но, если чуть глубже, мне кажется, копнуть, то там обнаруживается то, что вы себя обесцениваете. Вы, там, достаточно сильно. И вам это не может не мешать. Таким же образом. Вот. Потому что, извините, это бросается в глаза. Вот. Ну, и, я бы сказал, чувство стыда здесь, как следствие как раз-таки подавление своих чувств, своих эмоций, да? От того, что вы хотите думать в конкретный момент. То есть, мне кажется, что, когда вам, когда вам говорят, например, что вы брикантильна, к примеру, вас это ранит. Вот, вас это ранит. Вам, ну, неприятно от этого, вам, от этого, вам больно. От того, что, ну, вам, условно говоря, вот, ну, так, вот, так говорят, да? Вот, вам от этого, вам от этого, вам от этого больно. И, мне кажется, мне кажется, вот, такой момент, да, вот, такой момент важный. А, больше связан, с чем связано, с чем связано будет? Более связано с тем, что я так хочу, ну, другого, как бы, немного, да? Я, 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 я не американсий, но я вообще на самом деле, ээээээ, там, не знаю, совсем о другом думаю. я совсем другого хотел, например, а меня очень взяли и на контейнер, ну, к примеру, и вам со мной больно от того, что вас, условно говоря, так видят, потому что вы не выражаете то, что с вами происходит, вы его боитесь, вы не замечаете, прокакивает этот момент, вот, и вы говорите, как мне простить и как понять, надо ли мне это, понимаете, задача психотерапевта не то, чтобы сказать, как вам, простить, вот, мне кажется, это ваш путь, который вам самой нужно пройти, ага, я уверен, что вы, ну, что вы сможете его пройти, я уверен, что вы его пройдете, вот, так или иначе, задача специалиста здесь закончается в том, чтобы помочь вам научиться замечать вот те вещи, которые раньше вам не были заметны, и так далее, вот, и так далее, вот, эта задача специалисты, вот, а не то, о чем вы говорите, вот, то же самое касается и того, надо ли мне оно, ну, мне кажется, что если говорить так надо, надо, то не надо, потому что нигде не написано, например, что это надо, вот, то есть это никому не надо, кроме вас, вот, но вы себя не слышите, но вы себя не ощущаете, ну, вот, по-прежнему вы себя не чувствуете, вот, и мне кажется, что отсюда вопрос надо ли мне это, а вот если отношения, да, если отношения, допустим, выстраивать не по принципу надо ли мне, да, а если отношения выстраивать по принципу хочу ли я, да, вот, вот такое, что понимаешь, что человек тебя ранил, но в целом и его с точки зрения тоже понимаешь, понимаешь, что ему важно то, что он сделал, и хотя все равно неприятно, все равно, хотя тяжело и болезненно, да, но смотря на это, все равно есть, есть, вот, какое-то, ну, есть что-то в этом, понимаете, вот, есть в этом что-то, то есть что-то чувствуется, да, понимаете, что нет, вот, это, мне кажется, ваша задача, она заключается в том как раз, чтобы постараться определить, вот, что я чувствую, как, там, что, что человек делает, что я ощущаю, там, ну, того, что человек делает, да, и, как бы, если, если у меня это не вызывает понимание, если у меня это не вызывает понимание, если у меня это не вызывает, вот, ну, условно говоря, если у меня это не вызывает обратной связи, никакой, да, что мне кажется, что мне кажется, и не нужно дальше уже стараться что-то делать, ну, по крайней мере, так это обычно бывает, действительно, но, сейчас бы, почему, ну, за себе не Wright, я ничего не могу сказать под названием, вот, Jewish's brothers, я открикаюсь эмоционально на то, что важно другому человеку, хотя я это могу не воспринимать, вот, я могу… Это, ну, как бы, я могу с этим не соглашать, но есть ощущение того, что всё равно это как-то на меня влияет. Вот. Понимаете, да, о чём я говорю? Вот, примерно так. Такой примерно я бы дал вам ответ. Ну, мне кажется, мне кажется, что у вас это не первые отношения, которые заканчиваются не очень хорошо. Поэтому, вне всякого сомнения, имеется такой, я бы сказал, сценарий. Вот. Я понял, поведенческие, поведенческие сценарии имеются. Вот. И, соответственно, крайне желательно, чтобы вы обратили внимание на этот сценарий. Вот. Крайне-крайне желательно, чтобы вы обратили внимание на то, как вы ведете себя с мужчинами. Ну, с мужчинами, с мужчинами, может быть. Вот. Я всё же рекомендовал бы именно на мужчин, именно с мужчинами обратно, как вы себя ведете, как вы воспринимаете себя в контексте мужчин. Вот. Что у вас общего обычно с мужчинами, ну, с мужчинами, или с мужчинами, что у вас общего. Это достаточно важно, потому что то, как вы организовываете отношения, вот, ну, по сути определяет то, насколько вы являетесь собой в этих отношениях. Вот. Ага. Вот. Такой ответ я могу вам дать примерно с точки зрения психологии и психострофии. На этом, пожалуйста, я желаю вам всего самого доброго удачи и надеюсь, что ситуация будет разрешена для вас. Спасибо. Спасибо.